Сейчас она движется скоростью около 60 км в секунду. С бешеной скоростью бороздит Вселенную. По эту сторону камеры фотограф-астроном Олег Петров. В объективе ярчайшая комета – Нео-Вайс, которая заплутала во Вселенной и по счастливой случайности изобрела к нам. Вполне возможно, что она первый раз посетила нашу Землю, нашу область. Она где-то летала по очень-очень вытянутой орбите, по длинной. Может, она даже не заходила во внутренние области Солнечной системы. А вот сейчас что-то ее сорвало, какое-то гравитационное воздействие, и она вот пришла к нам. Впервые фотограф запечатлел гостю на фоне утренней зари 5 июля. Тогда она была едва различима. Сегодня ее краски с каждым днем ярче и насыщенней. А шлейф от огромного неонового от Солнца хвоста поражает воображение. Длина хвоста вообще кометного, она огромная, больше 10 градусов угловых. То есть 20 полных дисков Луны. Всего 100 с небольшим миллионов километров. На таком близком расстоянии комета сейчас от Земли. По нашим масштабам это одно и то же, что на расстоянии вытянутой руки рассказывает астроном. Чем еще она интересна, то есть там практически вещество, из которого создана наша Солнечная система. Поэтому объект очень старый, так как он во внутренние слои не попадал, Солнечная система, то в нем сохранились первозданные кирпичики, из которых создавалась наша Солнечная система. Люди по всему миру делятся в социальных сетях снимками голубо-зеленой кометы. Сделать памятное фото успеваете и вы. Она с нами до конца июля. Вечерние или предрассветные часы отправьтесь за город. Поднимите в небо глаза. Ориентир созвездия Большой Медведицы. Ослепительная комета там. В следующий раз увидеть гостя с окраин Солнечной системы можно будет через 20 тысяч лет. Так что приходите, берите любительский телескоп, бинокль, фотоаппарат и любуйтесь. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.